приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы прошло 10 дней наша яблочная чачья из жмыха отыграла отбродила и теперь приступим перегонки но прежде чем приступить я хотел бы остановиться на некоторых моментах так сказать осветить часто задаваемые вопросы сегодня мы будем делать перегонку на самом обычном аппарате который представляет из себя но сейчас я соберу покажу то есть здесь есть сухопарник и холодильник больше ничего будем делать двойную дробную перегонку очень часто мне задают вопрос почему ты делаешь я сторонник одинарной перегонки почему ты делаешь одинарную перегонку дело в том что я ее делаю не на обычном аппарате то есть вот на таком аппарате Если у вас исключительно холодильник, или может быть несколько сухопарников, или один сухопарник, тогда действительно 99,9% брак стоит делать двойную дробную перегонку. На этом процессе мы сегодня остановимся. Но обычно в своих видео я использую колонну, наполненную спирально-призматической насадкой, либо пустую аромоцаргу, или как мы ее называем еще бражную колонну. И также использую дефлегматор с холодильником. Таким образом, делая перегонку при высоком флегмовом числе, то есть при очень низкой скорости нагрева, когда большинство флегмы успевает вернуться назад в куб, я получаю нормальное разделение на фракции. То есть мне удается хорошо отделять головы, получать пищевую фракцию и отсекать хвосты. Но сегодня будем делать на обычном аппарате. И я расскажу некоторые нюансы, расскажу, как высчитать количество голов при второй дробной перегонке, и как правильно отделить хвостовую фракцию, как отобрать именно пищевую фракцию. Еще один вопрос, который мне очень часто задают. Для чего ты наливаешь спиртосодержащий раствор в гидрозатвор? Вот две браги, поставленные 24-го, 0-8-го. Сегодня 9-е, 0-9-е. То есть даже прошло больше, почти 15 дней прошло. Вот в этом гидрозатворе налиты головы. То есть спиртосодержащий раствор со спиртуозностью выше, чем 90% спирта. Вот в этот гидрозатвор два дня назад я перелил, то есть я убрал отсюда головы и залил сюда обычную воду. Вот посмотрите, пожалуйста, к чему это привело. Какое количество мошки мы имеем в гидрозатворе. Дело в том, что любая фруктовая брага, запах брожения, он очень сильно привлекает мошку. В то же время, если мы используем спиртосодержащий раствор, он отпугивает мошку. И мошка не летит в гидрозатвор. Ну, во-первых, мы не имеем такого неэстетичного вида. Во-вторых, при резком перепаде температуры брага может сделать вдох. То есть гидрозатвор может вдохнуть вовнутрь. И тогда вся эта мошка будет в вашей браге. На мой взгляд, не очень приятно, поэтому я так поступаю. Друзья, получили мы брагу. Вот такой вот вид она имеет. Первые три дня я эту шапочку сбивал. Потом оставил, как бы просто она бродила. Под шапкой практически прозрачная. Сейчас наберу ее в стаканчик. Не получается бы с шапки набрать из-за этого. Ну, реально прозрачное яблочное вино. Теперь нам надо его перед перегонкой процедить. Очень многие пишут, что не надо процеживать брагу. Надо прямо на жмыхе отправлять в куб и перегонять. 99,9% моих опытов заканчивались тем, что брага пригорала. У меня куб с теном. Я не знаю, честно говоря, даже если куб без тена, как эту брагу перегнать можно, чтобы яблочный жмых не пригорел. Если вы знаете, если вы уже пробовали и у вас получается, пожалуйста, можно его не отцеживать. Но я все-таки рекомендую все это отсыдить. Для процеживания я использую обычный мешок. Такие, как используют для картошки, для перевозки картошки. Не знаю, сейчас уже используют больше синтетические мешки. Но вот такие мешки из мешковины можно совершенно спокойно купить. Естественно, он выстиранный предварительно. Если я работаю с вином, то я его в кипятке вообще простирую, для того, чтобы исключить попадание заразы. То есть я использовал часть пресса от вина и мешок. Через мешок процеживаю брагу, чтобы получить чистую брагу для перегонки. Еще один момент хочу осветить, пока у меня отцеживается брага. В каждом из видео по фруктовым брагам я говорю, что есть два варианта. Можно делать на диких дрожжах, которые находятся на плодах фруктов, из которых вы делаете брагу, либо на культурных дрожжах. Я предпочитаю культурные дрожжи, они сильнее, с них более прогнозируемый результат и срок брожения. То есть на диких дрожжах у вас эта брага будет бродить 50-60 дней. На культурных дрожжах она отбраживает обычно за 10, за 7-10 дней. Так вот, очень часто задают вопрос. Я поставил брагу, как ты все сказал, и на пятый, на шестой день брага начала закисать, покрываться пленкой. Друзья, используйте емкости с гидрозатвором, независимо от того, какие браги вы делаете. Объясню, в чем суть процесса. Во всех фруктах и ягодах содержится большое количество молочнокислых бактерий, которые и отвечают за процесс скисания. Эти бактерии аэробные, живут они только в кислородной среде. Что у вас происходит? Вы ставите брагу. Первые 3-4 дня над брагой просто она бурно выделяет углекислоту. И над брагой, даже в открытой емкости, создается какой-то слой углекислоты. После того, как процесс брожения, первая бурная стадия проходит, брожение начинает затихать. И к поверхности браги мы получаем полный доступ кислорода. Так как нужного количества алкоголя, которое подавит рост молочнокислых бактерий, еще нет. А начинают они угнетаться при количестве больше 4% алкоголя в объеме, то они в хорошей среде, в благоприятной для них среде, начинают активно размножаться. И приводят к моментальному скисанию браги, превращению ее в уксус и к полной потере продукта. Поэтому, независимо от того, на диких, на культурных дрожжах вы делаете брагу, независимо от того, зерновую брагу или фруктовую брагу или ягодную, обязательно весь процесс брожения пусть у вас проходит под гидрозатвором. Тогда никакого закисания, никакой остановки брожения у вас никогда не будет. Ну, естественно, есть еще факторы начальная сахаристость браги. При сахаристости меньше 5% брага не забродит. И при сахаристости, если вы туда бухнули с сахаром много, то есть при сахаристости больше 20%, брага тоже навряд ли забродит. Или брожение будет начинаться очень долго. Дрожжам в такой сладкой среде достаточно сложно выжить. Вот. Ну, собственно говоря, собираю аппарат и приступаем к перегонке. На что следует обратить внимание при первой перегонке? Смотрите, первую перегонку нам надо делать на максимальной мощности нашего куба. То есть с максимальным нагревом. Поэтому сам куб должен у вас быть заполнен не более чем на 3 четверти. Иначе при кипении браги мы получим брызгал нос. Ну, вот у меня есть сухопарник. Если сухопарника нету, то вообще вся брага полетит в холодильник. Соответственно, очень сильно замутнит напиток. Включаем нагрев. И на максимальной мощности, с максимальным охлаждением, перегоняем первую порцию браги. Сейчас она нагреется, начнет капать. И я покажу скорость, с которой это происходит. Через 40 минут потекли первые капли. Не уменьшаю нагрев. И на максимальном нагреве буду отбирать... Ну, сейчас тут спиртуозность 68% спирта где-то. Буду отбирать до спиртуозности 20% в струе. И вот все в одну емкость. Вообще, без всякого разделения. Спиртуозность в струе упала до 20% спирта. Даже там уже сейчас 18%. Все остальное можем отбирать в хвосты. Посмотрим, что у нас получилось. Получилось 4 литра сырца. Теперь нам надо замерить общую спиртуозность. Надо это для того, чтобы знать, чтобы высчитать, сколько голов нам отбирать в следующем погоне. Тщательно смешаю сырец. Вот так вот несколько раз. И проведем замер. Получается, средняя спиртуозность сырца 45% спирта. Перечитаем это на абсолютный спирт. У нас получается 1800 мл. То есть 1,8 мл абсолютного спирта. За абсолютный спирт берем условную единицу для удобства подсчета. Со спиртуозностью 100% спирта. Естественно, чуть меньше. Получилось у нас 1800 мл абсолютного спирта. Отбирать нам надо при следующем погоне из него 5% голов. То есть 90 мл голов будем отбирать. Значит, этот 45-градусный сырец разведу до спиртуозности 20 градусов. Идеальная спиртуозность будет 20-22 для следующего погона. Что я сейчас делаю? Отберу голову еще где-то до сухо их отберу, пока спиртометр не будет показывать ноль. И оставлю их потом, запущу в следующую дистилляцию. То есть в следующий раз при дистилляции из них можно будет выжать еще какое-то количество пищевой фракции. Сырец я разбавлю с водой до спиртуозности 20%. Сейчас вымою куб и запущу сырец в куб для второй перегонки. Аппарат собран ко второму кругу. И мы готовы к второй дробной дистилляции. И вот тут внимание, друзья. Ну, первое. Конечно, обязательно, когда будете наливать уже разбавленный спирт-сырец в аппарат, если у вас в аппарат с теном, следите, чтобы он покрыл тен хотя бы на какое-то существенное расстояние, чтобы у вас не остался сухой тен. Потому что сырца достаточно мало. Но в моем случае тен был покрыт. Второй нюанс. Включаем нагрев на полную. Но когда температура в кубе, температура паров будет подходить к 80 градусам, нагрев будем плавно уменьшать. Чтобы к температуре паров 88 градусов по Цельсию, то есть термометр у меня меряет пары в кубе. Он сейчас не кубовую жидкость меряет, а именно пары. Потому что жидкости здесь вот столько. Чтобы к температуре 88 градусов подойти очень медленно. И медленно, с большим флегмовым числом, то есть покапельно отобрать наши 100 миллилитров голов. Итак, поехали. Температура в кубе достигла 88 градусов. И начали конденсироваться первые капли голов. Уменьшаем нагрев. Ну где-то... Ну вот я сейчас уменьшил. Допустим, у меня тен 2 киловатта. Я уменьшил наполовину. То есть это где-то нагрев у меня киловатт 900 ватт. Ну уменьшаем нагрев настолько, чтобы температура в кубе у нас подымалась не больше, чем на градус в час. И вот так вот покапельно, это даже быстро, я сейчас еще уменьшу нагрев, отбираем 100 миллилитров голов. После того, как 100 миллилитров отобраны, проверяем дистиллят органолептически. Берем вот так вот, растираем между пальцами и нюхаем. Не должно быть запаха ацетона. Запаха ацетона нет. Очень вкусно пахнет яблочками. Поэтому можно переходить к отбору пищевой фракции. Нагрев можно немножко усилить, чтобы лилась тоненькая струйка. Но не торопитесь, не спешите, ну как бы не гонитесь за быстрой скоростью отбора. Лучше медленнее, чем быстрее. Отбираем до спиртуозности 40 градусов, 40 процентов спирта в струе. Вот сейчас у нас спиртуозность показывает, почему же ты задом поворачиваешься, 70, даже 70, да, 70 процентов спирта. То есть до 40 отбираем пищевую фракцию. А как вкусно пахнет. Спиртуозность в струе опустилась до 40 градусов. Получили чуть больше 2 литров дистиллята. Все остальное отбираем хвостовую фракцию, пищевую фракцию. На этом прекращаем отбирать. Спиртуозность дистиллята получилась 57 градусов. Теперь надо его разбавить до пищевой спиртуозности. Я буду напиток разбавлять до спиртуозности 50 градусов, потому что буду его выдерживать в бочке. Если вы планируете употреблять его сразу же, как яблочную чачу, тогда можно разбавить до 45 или 40, как вам больше нравится. Дело в том, что бочка в процессе выдержки, в процессе облагораживания напитка, спирты будут испаряться, и спиртуозность напитка будет понижаться. Как раз через год я получу отличный 45 градусный дистиллят. Так, ну вот, идеально. 47, 47% спирта. Просто отлично. Получили 3 литра 47% дистиллята, то есть 3 литра 47% чачи. Ну, тут даже чуть больше, чем 3 литра. Соответственно, если сделать 40%, то даже будет еще немножко больше, будет где-то 3,5 литра. Кстати, есть отличное приложение для Android, калькулятор самогонщика. Если вам сложно так на глаз разбавлять, можете воспользоваться приложением. Вводите исходные данные, то есть исходную спиртуозность, количество дистиллята, и он вам показывает, вводите желаемую спиртуозность, и калькулятор вам покажет, какое количество воды надо добавить. При размешивании, не упускайте из внимания, такой момент, что всегда более легкую жидкость надо лить более тяжелую. В нашем случае спиртосодержащий раствор мы льем в воду, не наоборот. По феншую напитку надо дать отдохнуть хотя бы сутки, прежде чем его пробовать. Но так как я делаю видео, попробую, что получу. Запах вообще потрясающий. Очень нежный яблочный аромат, совершенно никакого запаха. Ну, не то что самогона, а даже водкой не пахнет. Вот реально очень нежный яблочный аромат. На вкус отличный, отличная, вернее, чуть-чуть сладковатая чача, ну, совершенно не резкая, очень мягкая. Как по мне, это вкус отличный. Если вы хотите получить более благородный напиток, стоит этот напиток отправить на год в бочку. Произойдет выдержка насыщения дубильными веществами дуба, также произойдет определенная потеря спиртосодержания, насыщение кислорода, и напиток будет иметь совершенно другой вкус. Если у вас нет бочки и нет желания ждать год, есть выход. Покупаете дубовую щепу специально для настаивания, для облагораживания спиртных напитков. Я обычно использую сильные обжарки. Добавляем щепу в напиток из расчета чайная ложка на литр готового дистиллята. Через месяц вы получите продукт, примерно похожий на продукт, который выдерживался в бочке в течение года, так как площадь контакта у дубовой щепы за счет того, что она мелкая, значительно больше с единицей объема напитка, соответственно, дуб быстрее дает дубильные вещества. Плюс, чем сильнее обжарка, тем более коричневый цвет вы получите. Вот на щепе, где у меня есть на щепе напиток, которому месяц. Вот так вот он выглядит. Это, кстати, чай через варенье. Далее. Не все процессы, не все процессы облагораживания в бочке заменит вам щепа. Есть в бочке происходит такой процесс, как насыщение кислородом за счет того, что дуб гидроскопичен, он выпускает молекулы спирта, проходят через стенку бочки и напиток насыщается кислородом, то есть назад возвращаются молекулы кислорода. В банке такого не получается. Поэтому очень рекомендую процесс, аэрацию. Я беру аэратор, ну, обычный компрессор для аквариума, раз в неделю, вот так вот в течение пяти минут, аэрируйте напиток вместе со щепой. И через месяц вы получите прекрасный, ну, просто, изумительную, мягкую чачу, которая будет аналогично, ну, почти аналогично, чаще выдержанной в бочке в течение года. Ну, что ж, друзья, с удовольствием представляю вам рецепт яблочной чачи или яблочного дистиллята, как угодно. Самое главное в этом напитке, что сделан он, изготовлен из отходов производства. Но, тем не менее, он очень вкусный, очень классный. Попробуйте, вам понравится приготовить по этому рецепту. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. на все вопросы я вам с удовольствием отвечу. Ну, а я чего-нибудь в этом ягодном сезоне, так сказать, год еще не закончен, еще сделаем яблочный кальбадос, еще сделаем вино виноградное, дозревает виноград, сделаем еще чачу из виноградных выжимок. В общем, есть кое-какие творческие планы, есть чем поделиться, поэтому я готовлю, снимаю для вас новые интересные видео. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, делитесь видео с друзьями, если оно вам понравилось, естественно. А я пошел, собирать виноград. Всего доброго, друзья!